Благослови, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благослови, Господи, 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 молитвы и Пречистое Своей Матери, святых славных и секвальных апостолов, святого священному ученикам, имени епископа Непонегийского, их приметы, епископа Анкирского и всех святых, земли растисти, просиявших, их же памятны не совершают, святых и праведных Бога, Отец и огни Мояны, всех святых, помилуй, спаси нас, ибо Ты в благослови человека любви. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Анны Золтовуста, беседы на первое послание к Оринфянам. Адам не имел нужды ни в одежде, ни в кровле, ни в других подобных вещах, но уподоблялся ангелам, предвидел многое в будущем и был исполнен великой мудрости. Знал и то, что Бог сотворил тайно, именно касательно жены. Потому и сказал, вот ныне кость от костей моих и плоть от плоти моей. Бытие 2.23 Труд превзошел после, изнурение после, стыд и страх, трепет после. А прежде не было ни печали, ни болезни, ни воздыхания. Но Адам не устоял в этом достоинстве. Почему же, скажешь, я страдаю и погибаю за Него? Нет, не за Него. И сам ты не без греха, но совершил, если не тот же самый, то другой грех. Притом наказание принесло тебе не вред, а пользу. Слова твои, может быть, имели бы некоторые основания, если бы ты навсегда остался смертным. А теперь ты бессмертен, и если захочешь, можешь просиять более солнца. Но скажешь, если бы я имел тело несмертное, то не согрешил бы. А тот Адам, скажи мне, смертное ли имел тело, когда согрешил? Нет, если бы тело его было смертно, то смерть не была бы назначена ему в наказание. Впрочем, смертное тело не служит препятствием добродетели, но еще вразумляет и весьма много способствует, как видно из следующего. Если бы одно ожидание бессмертия так надмило Адама, то если бы он в самом деле был бессмертен, в какую не впал бы гордость? Теперь согрешив, ты можешь исправиться по тому самому, что тело твое уничиженно, слабо и подвержено разрушению. Эти мысли могут вразумить тебя, а если бы ты не грешил в бессмертном теле, то грехи твои, может быть, остались бы неисправимыми. Итак, не смертность причиной греха, не обвиняй ее, но злое произволение есть корень зол. Отчего тело не причинило вреда Авелю, отчего бесплотность не принесла никакой пользы злым духам? Хочешь ли знать, как смертное тело не только не вредит, но еще доставляет пользу? Послушай, сколько доброго ты можешь получить от него, если будешь бдителен? Оно отклоняет и отвлекает тебя от зла, болезнями, скорбями, трудами и тому подобным. Но скажешь, оно влечет и к прелюбодеянию? Нет, не тело, а разнузданность. Телу свойственно только то, о чем я выше сказал. Невозможно человеку, вступившему в эту жизнь, не терпеть болезней, скорби и печалей, а не блудодействовать, возможно. Потому, если бы пороки зависели от природы тела, то они были бы общи всем. Все, естественно, таково и есть, а прелюбодеяние не таково. Но болезни происходят отсюда, а прелюбодеяние от произволения. Итак, не обвиняй тело, чтобы дьявол не отнял у тебя чести, которую даровал тебе Бог. Если мы захотим, то тело может быть прекрасною уздою, укращающую похоти души, смиряющую гордость, низлагающую тщеславие, способствующую нам к совершению великих добродетелей. Не говорим ни о людях невоздержных. Мы часто видим, как икони несутся по стремнинам, свернув возницу вместе с уздою, но невиним в этом узду. Не она, опустившись, причинила это, но возница, не удержавший ее, все испортил. Точно так рассуждая и здесь, если видишь молодого человека, живущего невоздержно и предающегося порокам, то обвиняй не тело, а влекомого возницу, то есть разум. Как невозже причиняет зло вознице, а сам он бывает виновен во всем, нехорошо удерживая их, потому они и подвергают его наказанию, запутывая его, увлекая и принуждая разделять с ними бедственную участь. Так и здесь. Мы, говорят, они обуздывали коня, пока ты держал нас, а когда выпустил из рук, то мы подвергаем тебя наказанию за небрежность, запутываем и увлекаем тебя, чтобы впредь не случилось того же. Итак, никто не обвиняй вожжей, но себя самого и свою развращенную волю. Возница у нас разум, вожжи, соединяющие коней с возницею тела. Если они будут удерживаемы хорошо, то не потерпишь ничего худого, а если выпустишь из рук, то испортишь и погубишь все. Будем же благоразумны и станем обвинять не тело, а злое расположение. Дьявол всячески старается внушить неразумным, чтобы они обвиняли более тела, или Бога, или ближнего, а не свою развращенную волю, чтобы, постигнув истинную причину зла, они не вырвали ее с корнем. Но вы, зная коварство его, направьте на него гнев свой, и, предоставь Ермо вознице, обратите умственный взор свой к Богу. В других делах назначающие подвиги сам нисколько не содействует, а только ожидает окончания. Здесь же совершает все подвигоположник Бог. Будем же просить милости Его, и, несомненно, сподобимся будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и пресная, вовеки веков. Аминь. Боже, милостью будет вам негрешна. Создал меня Господи, помилуй. Вячеслава Господи, все грешил помилуй, гости. С воскресением Христовым. Боже, милостью будет вам негрешна. С воскресением Христовым. 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 С воскресением. С воскресением Христовым. С воскресением Христовым. Продолжение следует...